Здравствуйте, я Павел Юрасов и это программа «Область новостей». Вас ждет полная картина дня глазами моих коллег. Глава региона посетил вынужденных переселенцев с Донбасса. Как они успели обжиться и какая помощь им требуется, расскажет Дмитрий Шапкин. До сих пор требуется достаточно много. Например, нужна детская одежда, верхняя, взрослая. А еще дети просят краски, карандаши и бумагу. Они очень истосковались по миру, который хотят нарисовать. Диалог о правах потребителей в эру цифровых финансовых услуг. О грамотном шоппинге в интернете со студентами области говорили в Тамбовском бизнес-колледже. Сегодня, 15 марта, кстати, Всемирный день защиты прав потребителей. У нас этой работой занимаются сразу два ведомства. Их функционал, и полномочия различные, но суть в том, что это Роспотребнадзор и муниципалитеты. Так что, если вы считаете, что с вами, как с потребителем, обошлись несправедливо, можете смело по любым вопросам обращаться туда. С энтузиазмом и золотыми руками. С пенсионером из Ржакса, который собственноручно строит настоящий культурный островок, познакомился Дмитрий Сергеев. Еще в июне 21-го года здесь не было ничего, бурьян. И чуть больше, чем за полгода, Алексей Николаевич построил избу, столярную мастерскую и мельницу. Это, конечно, еще не финальный вариант, но человек делает все один своими руками. Тайна розы, табакерки и чернильницы. На интерактивной экскурсии по истории театра в Тамбовском драматическом побывала Елена Хромова. Сегодня трудно найти универсальные средства для развития и воспитания ребенка, но оно все-таки есть. Это театр. Театр – это особый вид искусства. Он сочетает в себе литературу, музыку, актерскую игру и историю. С 15 марта 2022 года в Тамбовской области отменяется масочный режим и ряд других антиковидных ограничений. Соответствующее постановление подписал глава региона Максим Егоров. Это решение вызвано улучшением эпидемиологической ситуации, сообщает администрация региона. Стабильное улучшение эпидемиологической обстановки позволило пойти на отмену масочного режима. Кроме того, отмена ковидных ограничений позволит поддержать бизнес. Он и так испытывает давление из-за введенных санкций, отметил Максим Егоров. В итоге с 15 марта утратили силу следующие ограничения. Курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. Обязательное использование масок и респираторов. Соблюдение социального дистанцирования. Обязательное измерение температуры при допуске на рабочие места. Отмечу, что Тамбовская область стала вторым регионом России после Москвы, где отменен масочный режим и другие антиковидные ограничения. Глава региона Максим Егоров посетил вынужденных переселенцев с Донбасса, которые в минувшие выходные прибыли в наш регион. 130 из них разместили в санатории имени Калинина в селе Новонекольское Мичуринского района. Как они успели обжиться и какая помощь им требуется, расскажет Дмитрий Шапкин. Среди собравшихся на встречу с главой региона немало женщин и детей. Почти все пережили бомбежки, прятались в подвалах. Максим Егоров первым белым интересуется у них, как успели обжиться и что необходимо сейчас. Как вас разместили? Какие есть вопросы, замечания, пожелания в первую очередь? С учетом всей обстановки, которая, конечно же, есть. Не стесняйтесь, говорите. Спасибо большое. Все замечательно. Кормят хорошо. Дети играют. Все прекрасно. Дети самое главное. Нормально? Да. Единственная проблема – обмен гривен, которые остались на руках у беженцев на рубли. С этим глава региона пообещал помочь. Ну я сам этот вопрос. Я сейчас в Москву тоже от вас поеду. Вопрос задам завтра в определенных органах, чтобы обеспечить вам обмен. Максим Егоров приехал не с пустыми руками. Для детей доставили разные подарки, которые детвора и их родители тут же принялись разбирать. Уже третий день сюда, в санаторий имени Калинина, везут вещи. Вот здесь их сейчас, наверное, уже больше тонны. Везут самые разные. Одежда для взрослых, для детей, принадлежности для ванны. Но до сих пор требуется достаточно много. Например, нужна детская одежда, верхняя, взрослая. А еще дети просят краски, карандаши и бумагу. Они очень истосковались по миру, который хотят нарисовать. Анна Клочко со своей семьей прибыла из Мариуполя. Это сейчас они разместились, пусть и в небольшом, но чистом и опрятом номере санатория, где есть ванна и горячая вода. За несколько дней до этого люди уйтились в подвале, боясь выбраться и попасть под осколки снарядов. В подвале полностью мы неделю жили. До этого неделю так в дом с подвала туда-сюда, потом очень было уже страшно. Ни газа, ни света, ни воды. Их эвакуировала наша армия, когда освобождала Мариуполь. Анне уже предложили работу. По профессии она переводчик и преподаватель английского и корейского языков. Но пока она в декрете с малышом. С ним помогает сидеть сынишка Степан. Средняя девочка лучше меня, а мальчик сам младше. Так, а кого любишь больше всего из них? Ренат. Ренат Майсун? Да. Нянчишься? Ага. Глава семьи Илья по профессии прессовщик металла. В последнее время он трудился на заводе Азов Сталь. Есть серьезный опыт вождения дальнобойных грузовиков. Работа не боится и без дела сидеть не привык. Потому в ближайшее время определиться с новым местом. Предложения уже поступают. Так вообще я водитель профессионал у меня и на фуре могу ездить. И просто у меня права остались там. Не только с автошколы документы, что я закончил автошколу. Да, на ЦЕ категорию. В принципе и на фуру могу. Если на опасные грузы оформить разрешение, то можно и бензин возить. Уже сейчас всех беженцев зарегистрировали, проверили на ковид. Выяснилось, что среди прибывших с Донбасса есть диабетики и онкологические больные. Им уже оказывают помощь. Сразу после карантина и весенних каникул школьники отправятся на учебу. А малыши в детские сады. Этот вопрос уже решен. И вместе с родителями они начнут привыкать к мирной жизни, о которой за последнее время могли только мечтать. Дмитрий Шаркин, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей. В регионе планируют устраивать ярмарки выходного дня, где будут представлены только местные продукты. Об этом глава региона Максим Егоров заявил в рамках встречи с сельхозтоваропроизводителями, на которой обсуждались меры поддержки фермеров и бизнеса в целом в сложных экономических условиях. Подробности в сюжете нашей съемочной группы. 30% волового регионального продукта ежегодно приходится на сферу АПК, подчеркивает руководитель области, начиная встречу с представителями отрасли. Главной задачей агропромышленного комплекса при этом остается обеспечение продовольственной безопасности. В свою очередь, Минсельхоз и региональная власть, по заверениям Максима Егорова, готовы поддерживать производителей в условиях непростой экономической ситуации. Могу сказать следующее, что в министерстве наш регион стоит на особом счету. Нам дополнительно готовы предоставлять деньги на поддержку наших сельхозтоваропроизводителей. И в этом направлении мы практически в ежедневном режиме работаем. Здесь нам надо с вами вместе работать. В числе предложений Максима Егорова сделать акцент на работе ярмарок выходного дня в регионе. Так местные производители получат больше возможностей для реализации собственной продукции. Плюс дополнительная площадка, как отмечают на совещании, позволит снизить панику и ажиотаж вокруг нехватки некоторых товаров в сетевых магазинах. Все сами видите, что у нас происходит. Из-за агрессивных действий, я считаю, наших людей подталкивают скупать в магазинах все, что можно скупить. Это мы с вами видели и по сахару, и по соли. Вчера пошла ситуация по подсолнечному маслу. Нам самое главное сейчас остановить паническое настроение, которое есть у населения в части наличия продуктов. Это первые продукты, которые у нас сейчас есть, и мы осуществляем их нехватки. Ну, просто их нет в магазинах. Второе, мы должны с вами показать, что мы готовы к той продукции, которая производится у нас и произрастает на территории области, обеспечить. Накануне глава региона также обсудил возможные формы поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. На встрече с предпринимателями были озвучены меры, принятые на федеральном и региональном уровнях, в числе которых, к примеру, введение моратория на плановые проверки бизнеса или ограничение уголовных дел по налоговым преступлениям, а также разработка новых антикризисных займов. Также в ходе встречи была анонсирована группа «Экономика Тамбовской области» ВКонтакте, где публикуются свежие новости, касающиеся поддержки предпринимательства и промышленности региона. Впоследствии подобные ресурсы намерены создать и на других платформах. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей. Первые две площадки начнут работать в Тамбове с 19 марта. Ярмарки, на которых по субботам местные товаропроизводители смогут представить свою продукцию, разместятся в центре и на юге. В дальнейшем количество площадок будет увеличиваться. В условиях беспрецедентного давления санкций на российскую экономику партия «Справедливая Россия за правду» предложила свой пакет мер поддержки для бизнеса и граждан. Подробнее об этой инициативе рассказал руководитель фракции партии в Тамбовской облдуме Павел Плотников. Уже принятые меры поддержки «Справедливая Россия» предлагают расширить и включить в них программные положения партии, такие как повышение прожиточного минимума до отметки в 31 тысячу рублей, отмена пенсионной реформы, ликвидация микрофинансовых организаций и индексация выплат для всех пенсионеров. В первую очередь нужна поддержка семьи с детьми. Выплаты такие будут осуществляться, как известно, но мы считаем, что эта поддержка должна быть расширена. А именно предлагаем, чтобы государство взяло на себя субсидирование ипотечных кредитов для семьи с детьми. А если речь идет о многодетной семье, то там мы предлагаем полностью, чтобы государство взяло на себя финансирование этих кредитов. Кроме того, «Справедливая Россия» за правду предлагает ликвидировать транспортный налог, применять налоговое администрирование при сдерживании цены, снизить НДС до 15%, а для сырья и продовольствия обнулить налог, а также национализировать предприятия, которые выведены в офшоры. В Тамбове продолжается традиционный тематический месячник защиты прав потребителей. В этом году его тема – справедливые цифровые финансовые услуги. О грамотном шопинге в интернете со студентами области говорили в Тамбовском бизнес-колледже. Подробности в нашем следующем сюжете. Диалог о правах потребителей в эру цифровых финансовых услуг прошел на базе Тамбовского бизнес-колледжа. Посредством видеосвязи участниками встречи стали студенты и преподаватели других техникумов и колледжей региона. Одна из тем разговора – это покупки в онлайн-магазинах, которые стали частью нашей повседневности. Необходимо знать правила заключения договора о дистанционной купле-продаже. Кроме того, самые актуальные моменты – это, пожалуй, правила возврата как качественного товара, так и товара, который является некачественным, то есть несоответствующим по своим характеристикам договору, который был заключен между потребителем и продавцом. Перед покупкой всегда следует изучить сайт продавца и познакомиться с отзывами, чтобы убедиться в честности торговой площадки и не создать себе больших проблем. Сегодня, 15 марта, кстати, Всемирный день защиты прав потребителей. У нас этой работой занимаются сразу два ведомства. Их функционал, и полномочия различны, но суть в том, что это Роспотребнадзор и муниципалитеты. Так что, если вы считаете, что с вами, как с потребителем, обошлись несправедливо, можете смело по любым вопросам обращаться туда. Если речь идет о цифровых финансовых процедурах, то студенты – активные пользователи такого рода услуг. Ребята приняли живое участие в беседе, поделились опытом и задали вопросы. Моя знакомая делала оплату через экваринг. И таким образом произошло, что оплата просто зависла. Она обратилась в службу, продавец по своему незнанию, ничего не подсказала и просто говорит «оплачивай еще раз». Таким образом, оплата прошла два раза. Два раза списались средства, а в итоге свой продукт она не приобрела. В рамках месячника по защите прав потребителей специалисты в этой сфере планируют посетить и другие образовательные организации, а также трудовые коллективы. В частности, крупные сетевые магазины, где сотрудникам преподадут основы потребительских знаний. Павел Юрасов, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей. Лучшие песни о России, любви к родине, наших традициях и русском национальном колорите в исполнении молодежи. В областном центре провели галоконцерт городского фестиваля патриотической песни, который собрал полный зал Тамбовского молодежного театра. О том, почему молодые люди выбирают для себя такой непростой репертуар и что чувствуют, выступая на сцене, расскажет Дмитрий Шапкин. Фестиваль патриотической песни в этом году проводят уже в одиннадцатый раз. В этом году в нем приняло участие более 700 человек. Восемнадцать лучших номеров сегодня победили в Тамбовском молодежном театре. «Я убит под Ржевом» – такую песню для исполнения на фестивале выбрал для себя Абубакар Далаев. Студент педагогического колледжа. Он уже не первый год выступает на сцене и исполняет патриотические песни под гитару. Как поясняет нам, эта композиция оказалась ближе всех. «Чувствую сопереживание, горечь за всех солдат, которые погибли в этом сражении, в Великой Отечественной войне. Очень много людей погибло именно в этой битве. И чувствую дань памяти». Среди исполнителей – жители города самых разных возрастов и профессий. Больше всего молодежи – это студенты и школьники, но есть и люди постарше. Андрей Дворецкий – сотрудник полиции. Сцена – любимое хобби. Хотя назвать его непрофессионалом, язык не поворачивается. На концерте он исполнил песню «Нас бьют, мы летаем». Каждый раз интересно участвовать, потому что новые люди. Каждый раз можно получить мастер-класс, что-то подчеркнуть новое. И самое главное – нашей молодежи привить какую-то нашу культуру. То есть нашу самобытность, нашу философию. Потому что она намного богаче, нежели что-то европейское, западное. Кстати, о традициях и культуре. Конкурс проходил в несколько этапов по трем направлениям. Песни о России, патриотические композиции и русские народные. Заявок в последней номинации оказалось больше всего. На самом галоконцерте исполнили и барыню, и казачьи мотивы, и русские плясовые. Ведь любовь к родине нередко начинается с любви к собственным корням. Есть замечательные слова, и старшие поколения, которые присутствуют сегодня в этом зале, хорошо их помнят. Нам песня «И жить, и строить помогает». Вот на самом деле песня, она «И жить, и строить помогает». Она помогает совершать поступки, она помогает защищать родину и ее интересы. Проигравших на этом фестивале просто не оказалось. Каждый исполнитель принес зрителю частичку своей души, вложив в текст песен глубокую солидарность и чувство единения. Мы вместе. Того самого, которое сегодня, нелегкое время, так нужно нам всем. Дмитрий Шапкин, Евгений Михеев, Евгений Мещеряков. Область новостей. Мы, понимая наш план, сквозь злые ветры, тревоги, геррия, царства. С энтузиазмом и золотыми руками можно сделать многое. Это на своем примере доказывает пенсионер из Аржаксы Алексей Николаевич Рязанов. Он строит в рабочем поселке настоящий культурный островок. С мастером на все руки познакомился мой коллега Дмитрий Сергеев. Временем зарождения выставочного центра «Сказка» можно считать 2018 год. Тогда на дне Аржаксинского района местный житель Алексей Николаевич Рязанов представил экспозицию со своими работами и старинными вещами. Это заметили руководители района и области и сказали, такую красоту надо показывать. На что услышали ответ – выделите землю. Выделили, и уже в 2019 году появилась «Сказка». Вот это помещение я сделал собственными руками. Абсолютно все собственное. То есть построили вот это вот самое? Совершенно верно. Построил и вот резьба, вагонка, вот это все. И это все сделано собственными руками, в собственной мастерской. Купленного нет ничего. Помогалось это? Да, ну помогали мне там иногда приходят кто-то, ребята помогают. А в основном это все сделано собственными руками. По собственным, как говорится, проектам. Работа с деревом – настоящая страсть Алексея Николаевича, которая передалась ему от отца. Помимо его произведений, здесь есть старые утюги и швейные машинки, которые, к слову, до сих пор функционируют, несмотря на почтенный возраст. А в начале весны, в честь Масленичной недели, мужчина устроил здесь выставку самоваров. Часть коллекции его, часть принесли заинтересованные люди. Самый, конечно, в этой коллекции самовар – вот этот, 1850 года. Это самый старый. Но остальные есть самовары. Этот самовар уже сделан был после революции в советское время. И вот это. Они немного, так сказать, похожи друг на друга. Остальные очень старые самовары. Но эти самовары уже с советских времен. Кстати, практически все самовары тоже в рабочем состоянии. Один из них даже помог организовать чаепитие на Масленицу. Этот культурный уголок пользуется большим спросом. С начала марта здесь побывало больше ста посетителей. Но выставка – это еще не все. Алексей Николаевич развивает собственный проект «Русская деревня», под который также выделили кусок земли. К вопросу о том, насколько человек горит своим делом. Еще в июне 2021 года здесь не было ничего. Бурьян. И чуть больше, чем за полгода, Алексей Николаевич построил избу, столярную мастерскую и мельницу. Это, конечно, еще не финальный вариант, но человек делает все один, своими руками. А сейчас мы посмотрим, что в избе внутри. Все здесь в колорите старины. Старинная прялка, старинное зеркало, старинная керосиновая лампа. Конечно, что-то автор создал сам, но в духе того времени. Особое место в этой картине занимает настоящая русская печь. Эта печь – копия в родительском доме у меня такая была. Абсолютно. Только была колонка еще для отопления, комбинирная. Ушло на нее полторы тысячи кирпича. Приходилось кирпич собирать, ездить по деревням, старые печки ломать. Ну, согласие, конечно, хозяев. Помимо экскурсии Алексей Николаевич планирует здесь кормить гостей русской деревни. В целом задумок у автора множество. Он хочет воссоздать кузню, гончарную мастерскую и многое другое. Причем все будет действующим. Посетители смогут попробовать себя в разных ролях. Хотя мастеру на все руки помогают финансово неравнодушные меценаты, он признает, что с ценами сейчас беда. Иногда хочется махнуть рукой, но каждый раз приходит к мысли – нет, отступать не будем. Дмитрий Сергеев, Станислав Попов, Ольга Кириллова. Область новостей. В Тамбовском драматическом театре появилась тайна розы, табакерки и чернильницы. Это квест для детей и взрослых. Он основан на реальных исторических фактах. Среди действующих лиц императрица Екатерина II, Державин, Екатерина Дашкова и другие. На интерактивной экскурсии по истории театра побывала Елена Хромова. Сегодня трудно найти универсальные средства для развития и воспитания ребенка, но оно все-таки есть. Это театр. Театр – это особый вид искусства. Он сочетает в себе литературу, музыку, актерскую игру и историю. Со всем этим можно будет познакомиться, придя на квест «Тайна розы», «Табакерки» и «Чернильницы». В основу квеста легла сказка о царевиче Хлоре. Ее написала Екатерина II. Именно это и заинтересовало Ирину Гурулеву. Материал аллегорический. Много текста, мало действия. Режиссеру пришлось адаптировать произведения для театральной сцены. Так появилась инсценировка «Тайна розы», «Табакерки» и «Чернильницы». Вся эта история тесно связана с именем Гавриила Державина. Он написал оду, знаменитую оду Фелица, которая стала отправной точкой его карьеры Державина. И вот благодаря этой оде, которая была основана именно на сюжете этой сказки, он попал, стал известен Екатерине II. Она ему подарила за это в честь благоволения своего золотую табакерку «500 червонцев золотом». Он стал вхож в круг придворных вельмож. Название квеста не случайное. Екатерина и Державин писали. И в этом суть чернильницы. Табакерка – подарок императрице, а роза – это смысл самой сказки. Ее суть в том, что хлор, сын киевского царя, был похищен киргизским ханом, который приказал ему найти розу без шипов – символ добродетели. Материал настолько поглотил режиссера-постановщика, что она провела небольшое расследование. Первое представление, которое Державин здесь, так скажем, произвел в Тамбове, оно было посвящено дню Тезаименинства Екатерины II. Что такое Тезаименинство? Тезаименинство состоит из двух слов – Тезка и именины. То есть это день рождения святой, святой Екатерины. То есть наш театр был создан в день рождения святой Екатерины. И наша, так как сказать, логическая история приходит к тому, что оказывается у нашего театра есть своя святая, своя покровительница, святая Екатерина. Мы привыкли видеть исторических героев и то, что происходило отдаленно. Главный посыл квеста в том, что история творится здесь и сейчас. И это, по мнению актеров, не может оставить никого равнодушным. В наш век компьютерных технологий, в век визуальных каких-то эффектов – это очень интересно, потому что ты становишься непосредственным участником этого действия. Ты смотришь на это, ты чувствуешь воздух этого времени. И это, во-первых. А во-вторых, с точки зрения просвещения, конечно, это же все наша история, история нашего города, история нашего театра. Это все связано непосредственно с нами. Минимум декораций, максимум погружений в действие. На камерной сцене будет только все необходимое. У нас будет очень интересный шатер. Я не хочу все секреты раскрывать, но шатер, который у нас и опускается, когда ничего нет. Вдруг он поднимается, потом из него выходит хан, потом он поднимается наверх, он предполагается, что он выглядит как колокол, который звонит о восхождении царевича и о том, что он нашел добродетель. Я верну тебя голубем или летучей мыслью, вот тогда тебя горшун. Этот квест должен стать новым этапом в жизни самого театра. Формат предполагает не более 50 зрителей. Показы камерные и максимально приближенные к аудитории. Первые спектакли состоятся 3 апреля в 11 часов и в 12.30. Елена Хромова, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей. Это то, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше информации на нашем сайте и в группах социальных сетей. Напоминаю, телефон нашей редакции 56 46 48. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова